Это программа «День с толком» в студии Елены Кузловкины. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. В Новолтайске двое суток нет горячей воды и отопления. Дозвониться до властей невозможно. Рубцовский хлебокомбинат после трехмесячного перерыва вновь печет хлеб. Появление национального парка «Тогул» в этом году зависит от федерального центра. Краевые власти считают, что сделали все возможное. Жители Новолтайска боятся замерзнуть. По их словам, уже два дня в квартирах нет ни горячей воды, ни отопления. Температура в помещениях ниже 18 градусов. Как пишут новолтайцы в соцсетях, в диспетчерской, им сообщают, что произошла авария на местной ТЭЦ. Чтобы ее устранить, требуется время – до середины октября. Больше ни администрации, ни диспетчерской комментариев не дают. Мы пытались связаться с главой Новолтайской комитетом по ЖКХ, пока безуспешно. Будем следить за развитием событий. Сегодня в законодательстве России вступает в силу целый ряд нововведений. Изменения коснутся портала госуслуг, качества продуктов питания, интернета. Что изменилось с 1 октября? Расскажем прямо сейчас. Сотрудники, которые проходят диспансеризацию, теперь имеют право на дополнительный выходной. Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста продолжительность составит 2 дня. Остальные для обследования могут взять 1 день. Оплачивать его будут по среднему коэффициенту заработка. Многодетные родители теперь могут выбирать и настаивать на удобном для себя времени для внеочередного отпуска. Такое право предоставлено тем, кто воспитывает 3 и более малышей в возрасте до 12 лет. Меняются правила признания человека инвалидом. Подать заявление на проведение медико-социальной экспертизы теперь можно через интернет-портал госуслуги. Здесь же граждане смогут получить копии акта и обжаловать решение бюро. С 1 октября повышается ставка НДС на пальмовое масло. Если ранее она составляла 10%, то теперь будет 20%. А вот на фрукты и ягоды ставка НДС, напротив, снизится с 20 до 10%. С сегодняшнего дня законодательно запрещено использовать помещения, комнаты многоквартирных домов для предоставления гостиничных услуг. Изменения вводятся в жилищном кодексе. Хостелы, гостиницы, находящиеся в домах, просто закроют. Контролировать теперь будут и интернет. Новый закон нацелен на обеспечение безопасности. Вся почта, переписки, письма, вложения будут храниться в течение месяца на специальном сервере. Это позволит сотрудникам спецслужб получать доступ к перепискам и письмам граждан в короткие сроки без препятствий. Евгения Даровская. День с толком. В Рубцовске вновь продают сибирский хлеб местного производства. Сегодня возобновил свою работу хлебокомбинат после трехмесячного простоя. Напомним, он перестал работать 1 июля из-за недостатка средств. Тогда сократили 180 человек. Но первая волна сокращений прошла еще весной. Люди увольнялись сами, так как объемы производства упали, сырья практически не было. Спасать предприятие тогда приезжала Краевая комиссия, но договориться властям и владельцам хлебокомбината не удалось. В июле завод встал. Браться за неэффективное предприятие никто не хотел. Тем не менее, в августе стало известно, что завод купили местные предприниматели Сергей Левичев и Алексей Школин. Спустя месяц они набрали сотню сотрудников. Пока завод работает в одну смену. В ближайшем месяце будет модернизироваться и восстанавливаться второй цех. Это производство бородинского хлеба, батонов, сдобы, того же роглика знаменитого. С наращиванием производства, запуском, ну и наращиванием объемов продукции, с наращиванием объемов продаж, конечно, будем расширять, выводить вторые и третьи смены, запускать новые линии, это булочный цех, кондитерский цех и так далее. Сегодня же возобновил работу фирменный магазин «Русич». При хлебокомбинате новые владельцы предприятия обещают со временем сделать там современный ремонт. А между тем начали принимать заявки проектов по обновлению Барнаульского аэропорта. Там планируют построить новый павильон прилета пассажиров. Он станет продолжением основного здания. Там будет паспортный контроль, зал выдачи багажа, таможенный контроль, зал прилета. Оформить павильон планируют в тематике Алтайского края, а за разработку проектно-сметной документации предлагается 15 миллионов рублей. Появление национального парка «Тогул» в этом году зависит от федерального центра. Об этом заявил министр природных ресурсов Алтайского края Владимир Попридухин. Напомним, национальный парк площадью 160 тысяч гектаров должны создать на территории Заринского, Тогульского, Ельцовского и Салтонского районов в рамках нацпроекта «Экология». Но исполнитель региональной Минприроды столкнулась с рядом проблем. Прежде всего, против нацпарка выступили местные жители. Они опасались, что особый статус земли помешает им свободно собирать ягоды, грибы и травы, заниматься пчеловодством. Большая часть этих вопросов уже решена. Сейчас главной проблемой остается участок золотодобычи. Ее нужно либо запрещать, либо исключать данную территорию из будущего нацпарка. Данное решение должно быть принято не позднее декабря текущего периода, текущего года. Фактически, у нас складывается то обстоятельство, что при нормальном стечении обстоятельств в декабре месяце мы можем получить все необходимые согласительные процедуры. Кстати, кроме Тогула, в ближайшие годы в Крае планируют создать еще один нацпарк «Горный околывайн» для охраны природы и развития экологического туризма. К новостям из мира культуры. Театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!» по произведениям Василия Шукшина завершился, но шукшинские дни в Барнауле продолжаются. В творческом пространстве «Артспичка» прошел спектакль «Пять рассказов Шукшина». Его представил актер из Санкт-Петербурга. Ну, поехали! Актер Владимир Борисов занялся рассказами Шукшина во время отчаянной безработицы много лет назад. В сростках прочитал их со сцены Дома культуры. Волки, как помирал старик, жена мужа в Париж провожала. По реакции зрителей понял, публике это нужно. И уже 16 лет выступает с моноспектаклем по всей стране. Причем наибольшим успехом постановка пользуется в его родном Санкт-Петербурге. Подвал бродячей собаки, где я в основном читаю это, это коммерческая площадка, негосударственная. Люди сюда приходят вообще выпить, закусить вообще говоря. И поначалу вообще сильно удивлялся. Ну как, достойно удивления в самом деле. Место это такое вроде бы неподходящее для таких, ну, трагических в том числе рассказов. Понимаете, как помирал старик, хорошенькое дело, читать это дело, ну, практически в ресторане. И много приходят, а первые 10 лет вообще всегда был аншлаг. За эти годы спектакль завоевал премии «Золотой Витязь» и «Монокль». А количество постановок так велико, что сам актер сбился со счета. В чем секрет успеха, он сам признается не знает до конца. Возможно в том, что не старается юморить, а читает Шукшина серьезно и при этом без пафоса. В Барнауле Борисов представит пять рассказов трижды. Те, кто пока не успел сходить, могут еще оценить это особое прочтение шукшинских произведений. Завтра спектакль будет представлен в Гмилике, а 3 октября вновь в арт-спичке. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». А у меня к этому часу все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok